Мы на месте. Мы приветствуем Карину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в своем биополе на период сеанса? Она доверит, но у нее на глазах такие большие очки, в которые она смотрит, как конструкция большая, такая полностью закрывающая ее глаза. Скеннер, просканируй голову Карины, отключите очки, вместе со всеми чипами выводи это из биополя, отключай, как выходит, отправляя в клетку тюрьму. Готов. Больше ничего не мешает? Нет. Даю команду на счет 3. Скеннер, сканируй пространство над головой Карины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скеннер, сканируй систем тонких тел Карины, находит все. Арахноид. Арахноид. Красный дракон. Красный дракон. Инсектоид. Инсект, хорошо. И бес. Какой? Девять. Без девятый. Какой красный дракон? 52-38. Интересно. Твои очки? Мои. И какой смысл их? Обмен информацией я ей показываю. Ты ей показываешь. Мы с ней проваливаемся в определенное место в Австралии, где можно увидеть определенные картинки. Я ей даю знаки и показываю. И она это воспринимает как что? Какие личные качества какие-то? Она видит будущее с моей помощью. А зачем тебе это? У тебя есть контракт с ней? Есть. Вот с этого надо и начинать. Итак, у тебя контракт. Сколько ты находишься в этом биополе? Он показывает. Ей 11 лет он делает первое знакомство. Первое знакомство в 11 лет. Он видит ее энергии и способности. Ну понятно. Ты ввел ее в заблуждение. Кем ты перед ней предстал? Драконом? И что ты ей предложил? Нет, он энергиями предстал. Хорошо. И ты ей что предложил в обмен на яснознание в кавычках? Которые не от нее идут, а через тебя. И кстати, ты показываешь действительно реальные картины или ты показываешь одну из возможных вариантов будущего? Так как будущее много вариантов. Ты сам ответил на свой вопрос. Я показываю, она программирует. Я это спрашиваю чисто для нее. Для того, чтобы она понимала, что здесь вообще происходит. Итак, в 11 лет, когда я ей была, ты подошел. Это же сколько лет прошло? Я подключилась постепенно. С первого это был обмен энергиями. Больше 30 лет? Потом? Да. Ей понравилось знать больше, чем другие. На этом мы заключили контракт. То есть она будет всегда знать. Постоянный обмен энергиями и знания о нее. Все понятно. Она отдает тебе добровольно свои энергии в обмен на эти красивые картинки. Не так ли? Интересно. Интересный контракт. Заключила Карина. Идем дальше. Арахноид, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Два года. Инсектуид. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Год и три месяца. Сколько у тебя инкубаторов на настоящий момент? Один. Один инкубатор и девятый бес. А ты как всегда зашел? Расскажи-ка нам. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Воронка есть в ногах. У нее, да? Да. Хорошо. Я зашел с воронкой. Понятно. Она сейчас находится в нем? Воронка в ней? Да. Сил моего намерения. Вывожу воронку, отправляю в клетку в тюрьму. Сколько ты находишься в этом биополе? Девять месяцев он показывает, как она поднимает ноги выше в этой воронке. У нее как вибрации по ногам идут, запутывает воронку. Все понятно. Ты присутствуешь в квартире? Присутствую. Красный дракон присутствует в квартире? Обязательно. Ну понятно, конечно. Арахноид и в квартире присутствуешь? Да. И инсектоид не присутствует в квартире, не так ли? Нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам другие вопросы. Даю команду тонкой копии Карины спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогены низкой аббрационной энергии в ее биополе. Каналы выстрелились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивается также канал прямой от Карины к этим очкам дракона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Карине. Усилие потоки в 50 раз. Инсектоид, скажи, из твоего инкубатора сколько, какое количество потомства ты в среднем получаешь, чтобы представить себе это? Не понял он твой вопрос. Количество твоего потомства, которое находится в этом инкубаторе. Какое среднее количество, которое вы выращиваете в своих инкубаторах? Вот мой вопрос. Разные инкубаторы есть. Ну, в этом конкретном случае. Ты знаешь вообще число? 78. Понятно, хорошо. Личинок. Я понимаю, да. Ты их потом подбрасываешь другим, когда они вырастают, или отправляешь в свой мир? Отправляют. Все понятно. А почему вы разводите их именно в душах, вернее, в тонких телах человека? Энергии здесь все. Не нужно собирать другие. Готовые энергии. А там вам нужно собирать энергии в твоем мире, да, для того, чтобы этот процесс проходил? Нет, в моем мире он показывает, он не говорит, он телепатически. Я понял, да. Передает, показывает. Там ограниченная энергия, то есть только энергия инсектоидов. Все понятно. Он хочет другие энергии, потому что с другими энергиями больше поток и другие знания более качественные. Ты тоже получаешь какие-то знания от этой интерференции, когда ты присутствуешь в биопуле? Он наслаждается энергиями. Все понятно. Хорошо. Интересно было узнать. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Карина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не взяли, до последней капли возвращает Карина себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем очков. Все родные энергии. Все, что на частоте Карина находится, мощным потоком пошло назад. Бес, пока идет реверс. Скажи мне, есть ли лярвы в биопуле? Карин. У нее лярва на голове с одного бока на висок. И съезжает. С какого бока? С левого. С левого бока у нее свисает лярва. Понятно. Ты хочешь эту лярву получить? Если на нее смотреть, то справа. Для нее эта левая сторона. Он хочет получить. Хорошо. Я дам, когда придет время снимать, ты снимешь все, что осталось. У тебя кроме воронки что-то есть еще? Веревки есть на руках, ногах. Как же. Вот, когда их снимешь, на месте доложишь, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярву. Ждем окончания реверса. Реверс окончился. Хорошо. Начинаем с инсектоида. Инсектоид, выходи. Вытаскивай. Инкубатор. Крепление. Энергия откачивай. Ничего не забывай. Готов. Инсектоид все забрал. Вернулся. Бес, выходи. Вытаскивай сначала все, что ты оставил. И потом я дам тебе команду. Он вытащил. Готов. Разрешаю тебе забрать лярву. Забирай, возвращайся назад. Есть. Красный дракон. Выходи. Отключайся полностью. Скажи мне, красный дракон, твой контракт, он бессрочный или только на эту жизнь, на это воплощение ты его заключал? На это воплощение. Понятно. Сердечная чакра у него плата. Как она воздействовала на ее самочувствие? Как она ее ощущала, красный дракон? Ты ее разжигал? Ну, во-первых, это его место по праву, по контракту. Он укреплялся в ней. Да. И да, он реагировал иногда на эмоции. Но это не была его задача. Он делал то, что по контракту. Меня просто удивляет уровень. У тебя очень высокий уровень для дракона. И в 11 лет подойти. Ну, конечно, ты более 30 лет. У нее тоже есть способность. Согласен. Хорошо. Он вытащил. У нас остался арахноид. Выходи. Снимай все, что ты оставил. Всю паутину. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У меня шум был в голове. Это от арахноида, да? Как звук, да. У него за ушами где-то вот там иголки стоят. А, иголки. Скажи мне, арахноид, были головные боли, мигрени? Шум. Только шум. Это когда ты перебирал по своей паутине? Не всегда. По своей паутине. Такой бывал шум такой нарастающий. Потом он проходил. Она получала дискомфорт, выкидывала энергии. Ты этой энергией собирал, правильно? Но он пытался энергиями в верхней чакре. Ну, когда ему надо было, он делал этот шум. И она вырабатывала эти энергии беспокойства. И он эти энергии мог собирать у себя. Об этом речь. Он все снял. Хорошо. Итак, все все сняли. Рассинхронизацию мы не сделаем по-любому. Из-за присутствия контракта. Я обращаюсь сейчас к Карине. Карина, вы поняли, что вы заключили контракт, когда вам было 11 лет, с красным драконом. В обмен на картинке вы разрешили ему пользоваться добровольно своими энергиями. Вы это понимаете? Да, понимаю. Вы готовы расторгнуть этот контракт? Конечно. Хорошо. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Карина взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю, а также всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышел с драконом контракт. Вышли отработанные контракты. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Да, к ней вернулась энергия такая светлая. И она пошла глаза, голова и спиной мозг. Через позвоночник пришла. Отлично. Открываю воронку в галактическое ядро и сбрасываю все аннулированные контракты и договора, а также отработанные договора. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. И даю команду на рассинхронизацию Карины с арахноидом, красным драконом, его очками, инсектоидом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Хорошо. Помогаемой энергии Карины отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Все прошли проверку. Инсектоид и больше в это биополе не войдешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Арахноид и красный дракон. Красный дракон, контракт аннулирован. Сейчас я тебя отправлю вместе с арахноидом в квартиру. Ты соберешь, снимешь все свои платы, все свои подключки. Я приду, проверю и отправлю тебя на твою чистоту. Тебе это понятно? Да. Хорошо, открывается портал. Два портала открываются. В квартиру Карины, два, три. В один уходит красный дракон с арахноидом. Во второй портал уходит бес. Бес собирает, что оставил. И после этого я соберу еще ему негатив. Когда он мне покажет все порталы, я их закрою. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, клетка у нас пустая, очки остались. Под очками открываю воронку в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Карина, мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? Великолепно. Счастливо и спокойно. Я знаю, кто я. А также я знаю, что мне нужно использовать свои родные энергии, чтобы активировать свои способности. Вы знаете, откуда ваша душа? Да. Замечательно. Отключаясь от объекта. Они создают энергии. Конечно. Открывающий портал. Всегда. Где две двери, всегда портал. Значит, клетки у нас арахноид. Красный дракон. Есть. Бес. Да. Воронка. Под воронкой открывая портал в галактическое дро, она уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Арахноид, ты все собрал? Да, он все собрал. Больше в эту квартиру и к этим душам не подходи. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида, забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готова. Вопрос к красному дракону и бесу. Вы присутствуете в том, кто живет еще в этой квартире? Нет. Хорошо. Красный дракон. Ты все собрал? Да, он снял платы на открывать. Я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда не войдешь в это биополе и в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона, забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Бес, ты все собрал? Да, все собрал. Ну, пошли прогуляемся по квартире, покажи мне портал, я их закрою, после этого соберу тебе негатив. Пошли. Он бежит в входной двери. А там уже закрыто. Не понимает, что происходит. Это я сделал, я уже закрыл. Портала нет. Я его увидел и закрыл с Верой. Идем дальше. Здесь в спальне большой портал, зеркальный. Где? Она прямо искажает. Это зеркала в шкафу. О, она неровная, да? Да, она глубокая. Это, конечно, очень плохо. Я не знаю, как от этого избавиться. Мы бы, конечно, рекомендовали, потому что перекошенные зеркала, это всегда будет рано или поздно. Нет, они прямые, но вид у них, они такие глубокие, и в них разные слои. Понятно, хорошо. Открывая под ними воронку, галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку. Закрывая, печатая, растеряя. Они с таким шумом ушли. Низ провалились. Готово. Он показывает, это кухня, где стоит духовка. За ней стена, портал. Под этой стеной внизу, открывая воронку, в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет риска национальной энергии, эмоций, мыслей и чувств. Шары сформировались, они средний, одинаковый по размеру. Под космическим, открывая воронку, в галактическое ядро уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, бес, твой шар забираешь? Да. Отправляю бесу. Найди себе новое место обитания, больше не приходи ни в квартиру, ни к этой душе. Все понятно? Понятно. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоту беса. Забираю, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Ставь огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой, открывая воронку, в галактическое ядро уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду на каком режиме? Есть. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...